здравствуйте уважаемые веб-разработчики меня зовут алексей тарасов и сегодня мы поговорим с вами о том как автоматизировать тестирование при помощи специальной библиотеки pitch перинает пару слов скажем о том что такое тестирование при работе по построению в приложении ну и дальше посмотрим конкретные вещи которые могут вам пригодится начнем с того что какой бы вы проект не выполняли рано или поздно вы начинаете тестировать ваше приложение если вы пишете несложный скрипт одностраничный сайт или что-нибудь еще под застраничным сайтом я сейчас понимаю в буквальном смысле чем или скучно ничего одно даже без всякого ходинга то естественно там тестировать ничего не надо если вы пишете куда сложный продукт то вас возникает проблема вы должны каждое изменение кода вносить при внесении каждого изменения кода тестирует как это будет отображаться на работе если количество классов объектов в системе возникает достаточно большое то иной раз можно даже потерять представление о том как повлияет внесение того или иного фрагмента кода на всю систему в целом так вот в прошлом году выполняя достаточно интересный проект я столкнулся с тем что когда количество классов достигло порядка 100 штук внесение каждого следующего класса сопровождалась огромным количеством ручного тестирования ручного то есть мне приходилось выполнять одни и те же операции по проверке работы форма чек проверки работы логики скрипта пич пичного и так далее в общем это может заставить нас потерять голову вообще перестать понимать как там проект работает поэтому надо обязательно многие вещи стараться автоматизировать автоматизировать тестирование своего кода я не сказал но по моему выступлению по фразе по классах вы наверно уже догадались что мы будем рассматривать тестирование которое не является неотъемлемой частью объектно-ориентированного программирования к сожалению или к счастью я даже не знаю когда мы говорим об объектно-ориентированном программировании у людей возникает сразу несколько мыслей первая мысль у некоторых это страшно у п я не знаю значит у по это не страшно у по это просто очень структурировано и если вы не знаете о по ничего страшного скоро его узнаетесь постарайтесь у других мысль возникает хорошая раз по п значит мы можем выполнять достаточно большие проекты вот как раз мы будем говорить о автоматизации тестирования модульным тестирование проектов написанных при помощи объектно-ориентированного подхода напоминаю что всегда бесплатные вебинары проходят не просто так они призваны пригласить вас на какие-либо курсы сразу скажем что курс по вебинар по автоматизированному тестированию по модульному тестированию приглашают вас на курсы печки 3 печки 4 это печки 3 это в основном работа с оп с объектно-ориентированной разработкой а печки 4 это профессиональные нюансы разработки а именно тестирование документирование создание использования генераторов там очень такие серьезные мощные темы идут в этом августе этого года закончилась группа первый раз провел по печки 4 все остались довольны так что если что смотрим расписание и делаем ну ладно формальная часть завершена а теперь переходим к конкретным вещам и так мы будем с вами рассматривать одну из библиотек которая получила достаточно широкое распространение эта библиотека называется печки юнайт она была придумана немецким разработчиком она до сих пор и поддерживается родной сайт библиотеки печки юнайт . d и эта библиотека позволяет создавать тесты для каждой своей странице для каждого класса и так далее основная идея библиотеки заключается в том что вы должны скачать саму эту библиотеку 1 а потом пропис запустить коды этой библиотеки так чтобы эта библиотека получила код ваших классов предполагается что все печь пишем класса печь пишем файлы с классами лежат в какой-то отдельной папке и в это же и рядом где-то лежит эта библиотека в этом случае библиотека создает дополнительную папку с дополнительными результатами за волнительные результаты при этом чтобы тестирование удалось надо параллельно папке с основными классами создать папку с классами тестов внимание я замедляюсь это означает что каждый тест это отдельный печки класс у нас первый вопрос чате я сразу постараюсь на него ответить чтобы сэкономить время подскажите пожалуйста каков быть должен уровень для понимания сегодняшнего вебинара значит для сегодняшнего вебинара достаточно владеть уверенным печки 1 печки 2 и азами ну то есть где-то услышали уже это подойдет азами работать с объектно-ориентированной разработкой если вы не слышали ничего про классы если вы не знаете что такое объекты классы методы в этом случае вы будете чувствовать себя очень дискомфортно и останется чувство потерянного времени алексей вот такая вот такой расклад то есть кратенько основанного п желательно конечно знать я знаю пену в печки 0 а ну да печки 1 печки 2 в идеале тоже нужно знать потому что все автоматизация автоматизация тестирования будет идти как раз именно именно вокруг печки шли библиотеки дело в том что помимо печки шлих тестирование есть разные другие библиотеки там джаве это and в джек вере это если память мне не изменяет джей юнайт то есть возможно вот это просто общие принципы конкретно для печки посмотрите и потом перенесете их на другие языки ну вот без печки именно в текущем вебинаре никак не прокате как-то так ну и раз уж зашлась речь я сказал других языках то вообще-то печки юнайт эта библиотека была создана на основе библиотеки and которая есть в джаве тоже объектно ориентируем языке программирования и там есть свой то есть своя библиотека для тестирования я надеюсь вы не сильно огорчились если вдруг считаете что будет тяжело или не интересно контролируйте да и так товарищи значит первым делом мы должны с вами скачать вот эту библиотеку скачивание этой библиотеки она может превратиться в невыполнимую задачу на самом деле если вы не знаете что такое композер композер это очень удобный менеджер зависимости если говорить просто по-русски то вашему приложению нужны какие-то программы вы как-то каких-то библиотек зависите вы должны будете использовать композер и подключать этот печки на я заранее подготовил этот вебинар с таким учетом что мы не знаем что такое композер это позволит нам снизить планку требования тех печкишников которые хотят послушать но про композер не знаю поэтому нам будет достаточно использовать печки юнайт пчар пчар это внутренне исполняемый архив которые формат который появился в печки относительно недавно и расположить эту папку где-то рядом со своими тестируемыми скриптами предполагается что у вас есть настроенный печки сервер если у вас есть настроенный печки сервер попытайтесь воспроизвести ту структуру действий которую я сейчас покажу если у вас нет настроенного печки сервера не спешите просто посмотрите этот вебинар а потом попробуйте в свободное время когда видеозапись будет опубликована на нашем канале специалист tv продублировать эти вещи опять же если вдруг у вас возникнут вопросы вы можете их писать либо на канал специалист tv адрес я быстренько сейчас новая я думаю вы так его знаете специалист специалист тв так называется наш канал ну и я приглашаю подписаться на мой собственный канал и не так давно был запущен он был запущен где-то скоро будет год 1 декабря поэтому подписывайтесь на 1 на 2 и там задавайте вопросы тоже там есть чудесно много сетей ну а мы с вами сейчас попробуем попробуем первым делом показать какова должна быть структура я заранее убедился что у меня на диске c есть open server вот он сервер а вкратце open server это основной софт содержащий апатч печки mysql для быстрой разработки чтобы никто не мог не мог потратить много времени в папке dms я создаю некоторый файл некоторую папку под названием html lab.pro или проще html lab.testhost без разницы на самом деле как он будет называться и вот в этот вот сайт вот этот html lab.testhost я кидаю файлы из раздачи которую вам отправил итак обратим внимание что тут есть интересного во первых печки на отпечатка это сама библиотека для тестирования 3 мегабайта весят лежит здесь команд тексте шпаргалка для запуска команд ну чтобы там не ошибиться где-то в команде из ранее справочка где-то дальше папка src содержит у нас печки классы у меня сейчас единственный печки класс давайте посмотрим его структуру так у нас есть кроме коды пэна кроме выпады что нибудь еще есть ничего нет печаль ну ладно открываю этот файл внутрь под плюс плюс и что же мы с вами видим мы с вами видим классический объектно ориентированный подход он создан класс под названием юзер фигурными скобками ограничено тело класса у нас созданы два публичных поля name и age по дефолту они имеют значение вася и 24 года потом у нас есть три чего метода два геттера они возвращают данные имени и возраста и один сетер он что он делает а он именно означает мы вызовем он может изменить имя нашего будущего объекта обратите внимание что класс у нас есть а вот объекта у нас самого никакого нет вопрос нужен ли нам сейчас объект или нет практика подсказывает что для тестирования в классе исходники объект не нужен то есть вот тут ничего писать не надо то есть тоже логично правда все же это видит классы раскинуты по файлам каждый файл называется точно так же как называется класс спасибо джав ником до те кто джава изучает оттуда пришло больше никакого тут лишнего кода не пишется все это основная идея следующий шаг который мы должны запомнить мы забираемся в рядом лежащие или где-то на фото лежащую папку тест все тесты в печке юнайте должны иметь строго определенное название очень хорошей практикой считается название теста с названием класса каждый тест должен заканчиваться на слово тест юзер тест потому что у нас есть класс юзер был бы у нас класс под названием кар машина или авто то тестовый вариант назывался от карт с или там авто тест понятная еда давайте посмотрим что есть внутри немножко замедляюсь потому что тут идет начинается самое интересное первое я вот здесь сейчас прописываю во первых путь для автоматического подключения файла юзер печки в юзер тест к сожалению это делается несколько криво это делается при помощи включения нужного нам адреса в набор адресов среди которых будет искаться юзер печки кстати говоря у меня вот здесь сейчас это называется тест цепан сервер до месяца чтим улов тест хост возникает вопрос это единственный вариант такой работы нет конечно же нормально адекватные разработчики они прописывают относительно папки какой-то конкретно там папки вендора и так далее путь одного файла к другому чтобы они подключались зачем же мы делаем вот так то дело в том что наш вебинар ограничен определенным отрезком времени и так сказать полноценно настроить подключение одних классов другие времени нету даже лишних там 7 минут поэтому мы заранее подключаем юзер печки вот сюда чтобы он был доступен в тестовом классе тестовый класс печки юнайта совпадает с названием файл а дальше внимание он расширяет печки юнайт фреймворк тест кейс это класс с которого всегда начинается тестирование в печки юнайт чтобы вы не придумали вы всегда должны расширить базовый класс печки юнайт фреймворк тест кейс за счет презентации следующем 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 когда мы с вами создали наш класс расширяющий базовый класс фреймворка тестирования мы должны с вами написать свои тесты тестами называются методы которые будут внутри вот этого класса кстати каждый метод всегда начинается со слова тест если мы хотим проверить может ли возвращаться имя пользователя из класса юзер или любое другое действие мы сразу должны начать с того чтобы написать слово тест всегда а потом придумать название нашему тесту важно придумать красивое название потому что потом при невыполнении этого метода этого теста у нас он будет показывать название этого места мы должны будем по названию понять в каком месте произошла ошибка и так подытожил надо создать тесты тесты это методы каждый метод называется с ключевого слова тест а потом идет произвольное название естественно предположить надо что внутри метода мы должны работать с исходным классом поэтому чаще всего внутри метода мы создаем экземпляр тестированного класса у нас юзер тест значит мы создаем экземпляра юзер а дальше назначаем исход первоначальное какое-то значение имя нашего объекта юзер будет имя петя поздравляю нас появился петель а дальше самая важная суть фреймворка когда мы будем запускать на тестирование наш проект он будет находить по названием классов тестовые классы пробегать по всем вот этим тестом и чаще всего смотреть на то что будет написано внутри метода тестирующегося тестируемого стимущего класса методах начинающихся на слово ассорт товарищи методы начинающиеся на слово ассорт кто помнит у нас что такое ассорт с английского кто не помнит что ассорт так мы не буду тянуть резину это утверждение это утверждение мы говорим утверждая что данные которые поданы в два аргумента метода эквивалентные слова петя который мы назначили в ней и метод get name вызваны у нашего объекта юзера другими словами если get name вернет у нас петя то в этом случае петя и петя эквивалентные и этот ассорт equals метод условно говоря даст нам true и в этом случае мы будем счастливы и метод работает хорошо класс протестировался а в каких случаях у нас get name может не вернуть петя в тех случаях когда у нас где там исходный код петель в тех случаях когда у нас вот этот гендер get name будет работать некорректно допустим разработчик забыл что он вкладывал смысл get name и приклеил где-нибудь в начале господин это товарищ петя товарищ в этом случае у нас не совпадут значение петей товарищ петя провалится выполнение вот этого ассорт equals а и тест будет провален а в консоли напишется о том что там появилась какая-то ошибка ну конечно все хорошо неплохо было бы нам посмотреть а какие еще методы бывают для этого нам понадобится зайти на печки юнайт д д и чп юнайт д это как раз сайт сверху вот он вот ну а здесь забраться в документацию вообще советую getting started нажимать тем кто первый раз но предположим что мы сразу хотим методы присмотреть к сожалению русского языка здесь нету мы уже привыкли пишем на английский переходим на английский верим посмотреть файл а вот тут вот ну либо смотрим все по порядку либо сразу открываем перечень вариантов с чем с методами давайте найдем эти методы а вот они все тут вот у меня совершенно имеет ли ключ определенный массив имеет ли атрибут определенный класс пустое или значение значение фолсовое или эквивалентное вот он этот у вас который мы находили на сразу пример применения просто тест файл тест ассорт equals 1 0 и так далее все эти методы открыты для использования кстати я только сейчас обращаю внимание что пример который используется в документации печки на фреймбок тест кейс и пример который написан у меня вот здесь они несколько отличаются вот такой вот вариант использовался в предыдущей версии библиотеки ну еще летом смотрел такой был актуально но сейчас уже и судя по ходу и судя по этому примеру обновить библиотеку всего тут сколько два месяца прошло теперь будет использоваться такой вариант для свежего но если что-то будет непонятно если там какой-то вопрос возникнет пишите разберем ну и непосредственно наш пример дальше как как это все тестирует как-то все тестирует мы прописав вот эти все ассеты забираемся в корневую папку нашего с вами сервера вот он корневая папка и запускаем здесь вот консоль для работы с печки к сожалению если вы запустите консоль вот таким привычным способом открыть окно команд вот так вот то не факт что у нас заработают в тестировании потому что вот эта консоль может не знать о расположении печки где печки на текущем косте на текущем компьютере поэтому объема уходим почему мы так смело себя ведем потому что у нашего open сервера который я забыл включить но сейчас включу есть встроенная консоль которая помнит расположение и печки всего остального но единственно что я вижу у меня не запускается он потому что предыдущий преподаватель забыл выключить mysql сейчас я восстановлю этот mysql есть такое бывает нечистошного и запущу open сервер еще раз а подождите вот-вот-вот сейчас сейчас тут мой косяк чтенолаб . да не домен не создал то очень грубо поступил запустить вот они есть на самом деле нам это не особо нужно было намного просто было прикинуть что они тут есть что сервер работает шпички работает дальше мы забираемся вот сюда и запускаем консоль вот она вот она консоль самого open сервера ему что масштабировать мне можно менять цвет она покруче чем обычная стандартная консоль и этим она мне очень нравится понятно где-то рядом печки юнайт чтобы можно было ее запустить кстати мы находимся в open сервере 2 нам нужно в наш сайт поэтому вспоминаем команду работу с консолью значит это думает думает и что на второе и чтенолаб . где я нахожусь я нахожусь в чтенолаб потом ряд то есть я могу запустить печки юнайт печал вот ну и первое что я делаю я говорю во первых печки печки я печал а дальше записываю название чего нашего с вами тестируем его и тестирующиеся файла внимание печки печки юнайт печал bootstrap загрузка и за все юзер печки это входной файл который мы тестируем тест юзер тесты печки это что это файл сам самого теста давайте попробуем посмотреть что будет у нас из тестирования нельзя переопределить класс в линии 4 так еще какой-то косяк нельзя переопределить класс что значит переопределить класс где косяк секундочку сосед юзер раз тут он написал дальше тест тест юзер тест и тут он у нас то сделал описывал open server 2 ведь у меня здесь некорректненько тоже подключается что еще раз проверяем о отлично товарищи давайте посмотрим что у нас написано а у нас написано что у нас в юзер тест юзер тест тест креет юзер произошла ошибка две строки не эквивалентный ну кириллицу он поддерживает не очень весело мне с вами видим обычно все пишут на латинице поэтому он английском поэтому сейчас выглядит обозначение какие именно строки у нас пошли мы возвращаемся срочно в наш юзер вот сюда и смотрим а тут вот не совпали срочно исправляем год тест не дает нам вносить новые изменения пока у нас что-то не совпало и еще раз проверяем теперь он говорит что у нас прошло четыре теста раз два три четыре и что при этом все они были выполнены хорошо то есть наше тестирование оно прошло благополучно давайте посмотрим какие еще теста там проводить помимо проверки петя и имени вот имени нашего объекта мы тестировали дефолтное имя вася возвращается из гитнэйма помню там объекта у класса дефолтное имя вася потом мы говорим true равно true но в качестве эксперимента просто потом против мир создание пробуем отдельного пользователя креет юзер создание нового пользователя установить его андрей если андрей равно андрей и 24 равно get age протестировали создание нового пользователя и того было всего четыре теста все они выполнить было копал такая вот идея автоматизации тестировать правда к слову сказать мне сейчас только один класс тестировали но тестировать всю папку несложно вместо указания отдельного класса мы должны написать просто название папки что мы тестируем он переберет все классы там внутри все задачи достаточно просто теперь мы можем вообще с вами сказать что у нас будет тестирование с полным покрытием с проверкой насколько покрытые тестами наши классы исходные 2 команда как раз за это отвечает как только мы сделаем вот так у нас будет создан ну по-хорошему файл с папка с результатами к сожалению он сейчас говорит что у меня не установлен на это текущей машине xdebug это расширение для отладки если бы она была установлена мы увидели красивую красиво оформленную чтим и страничку с описанием процента охвата тестов то есть например у нас на 50 классов сколько тестов сколько процентов методов покрыто тестирование очень классный вариант жалко что здесь у меня дебаггер тоже не оказалось теперь у нас там времени совсем немножко осталось ну я хотел бы снова сказать о следующем по зависимости дело в том что мы рассмотрели самые базовые вещи по тестированию на самом деле существуют гораздо более ухищренные и уточненные варианты работы вот одна из них это зависимости в чем идея зависимости в жизни очень часто бывает что одни действия зависит от других действий для похода в магазин вы обязательно должны проверить кошелек наличие кредитной карты это налички и тогда закупить и магазин то же самое с тестами так вот если у вас какой-то один тест выполняется так что он зависим от другого мы должны в комментариях специального синтаксисе называется печки док указать вот такой вот директиву до 15 и указать название предыдущего теста в этом случае у вас вот этот тест выполнится только в том случае когда будет выполнен предыдущий тест мт таким образом вы можете создавать целые цепочки тестирования в нашем кусочке кода как раз создавался тест create user только после специфицируем get name то есть если бы у нас get name вот здесь вот бы дал бы false не выполнен у нас бы следующий метод тоже соответственно провалился так мы сможем мы можем определять на таком этапе где происходит право мы можем указать несколько зависимости одного метода другого метода и так далее иногда иногда бывает нужно тестировать наш код с условием внесения дополнительных данных например тест это проверяет эквивалентный ли сумма аргументов а плюс б и ожидаемое число экспертов то есть если они сумме дают результат то это значит мы их протестировали хорошо все получилось и какие числа подставлять то может быть разный набор значений в этих случаях указывается провайдер данных или поставщик дал мы пишем директиву дата провайдер мы указываем название метода который будет поставщиком этих данных а в номере метода напишем одно и то же return и дальше массив нужных значений каждый массив вложенный в возвращаемый содержит величины попадающие в соответствующий аргумент 0 плюс 0 будет 0 правильно для этого массива все будет результат до 0 плюс 1 будет 1 1 плюс 0 будет 1 до 1 плюс 1 будет 3 вдруг кто-то так вызовет с такими данными нет 1 плюс 1 не будет 3 и на вот этот фрагменте данных у нас все застопориться и печки night скажет что там ошибка не протестировалась но этим поставщики могут быть содержать именованные ключи чтобы потом подсказку давать из из самой консоли и ругаться на конкретную строчку в этой строке у нас какая-то проблема а могут они содержать ключи ключи вот такие дела товарищи мы с вами посмотрели самую самую распространенную самую базовую библиотеку по тестированию кода по автоматизации кода а спрашивают алексей 2 набора что я там посмотрел ну-ка давайте посмотрим второй набор второй набор а плюс b равняется c 1 0 плюс 1 равняется 11 плюс 0 равняется 1 0 попадает а единичка попадает в б вот здесь вот единичка 1 попадает в а 0 попадает в б единичка попадает в эксперты правда же посмотрели проверили то есть они как они расположены так они в аргумент и попадают андрей за классный вопрос только класса может засевать или еще функцию можно тестировать библиотека объектно-ориентированная настроена только на бить и объектно-ориентированную работу поэтому если вам нужно функцию протекстировать андрей вы просто берете создаете базовый класс самый элементарный и функции внутри этого класса становится методами и дальше по старинке то есть в принципе то даже там его из-за опыта мне особо много надо знать чтобы заставить функции протестировать но оболочка с классом обязательно должна авасерт говорит у нас алексей очередность другая ну что что чередность другая они живут отсюда сюда приходят то есть у нас а плюс б будет всегда из первых двух значений браться то есть справа у нас будет стоять сумма вот этих двух левых всегда 0 0 1 0 1 1 0 1 1 а слева вас это полз но бы то что справа вот тут стоит наткался что вы заметили что там разница есть да да ну бывает товарищи мы с вами посмотрели самые базовые вещи вообще самые базовые помимо печки на это есть 100 500 библиотек по тестированию кода печки спец кода сообщил simple тест вот эти кстати говоря очень похожи на печки на симпл тесты по децепшему не похожи печки спец это на мой взгляд ну такая сложная библиотека может потому что я еще и не разобрал но очень крутая и все они призваны сделать только одну задачу автоматизировать тестирование к сожалению некоторые разработчики не уделяют должно в ними тестирование признаюсь честно я раньше не уделял да сейчас иногда хочется написать быстро какой-то скрипт без тестирования но на практике каждый скрипт каждый класс каждый метод функция должно сопровождаться обязательно тестовыми вариантами и уже только когда столько сталкиваешься с продакшен вариантом вариантом работает живом приложение приложение на продолжу или там в команде начнешь понимать насколько это важно но даже курсы есть по тестированию на самом деле я только единственно не знаю они рассматривают базовые фишки тестирования вообще они только применимы к печки так что мы можем на эти курсы в принципе посмотреть программу как там что идет уважаемые слушатели я очень надеюсь что вы осознали важность тестирования еще больше надеюсь что вы попробуете этот пример дома воплотить если не часто когда-то попозже я желаю вам удачной разработки и всего доброго